Уважаемые коллеги, я прошу всех включить аудио- и видеосвязь. Давайте начнем наше мероприятие, посвященное 75-летию принятия на Лондонской конференции Устава Международного военного трибунала в Нюрнберге. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Музей Победы, который предоставил нам площадку Российско-историческое общество Культурно-просветительскую ассоциацию Орден за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии, которое, к сожалению, находится сейчас на периферии общественного сознания, а между... очень зря, потому что это такое очень важное событие не только для самого трибунала в Нюрнберге, но и вообще для остановления международной правовой системы в части борьбы с военными преступлениями и преступлениями против человечества. Мне хотелось бы передать слово Александру Григорьевичу Звягинцеву, историку, писателю, юристу, заместителю генерального прокурора Российской Федерации, сенатору Международной ассоциации прокуроров и, главное, человеку, который сделал больше всего из ныне живущих для популяризации объективного знания о Нюрнбергском процессе не только в России, но и во всем мире. Александр Григорьевич, вам слово. Спасибо большое. Действительно, это очень мудрое решение, что мы сегодня проводим такую связь и отдаем должное Лондонской конференции. Хочу напомнить, что Лондонская конференция проходила 26 июня, 28 августа. Она завершила свою работу в Лондоне. Проходила она на Агре Смит-Стрите и достаточно драматично. И, к сожалению, не хотят анализировать многие современные историки, как же развивались события на Лондонской конференции. Но я бы хотел остановиться на этом и отдать должное тем, кто сумел все-таки в то непростое время, достаточно уже политизированное, найти общий язык, и несмотря на различия в идеологической, экономической системах своих, несмотря на различные системы права. У нас, как было известно, своя система права. Была континентальная во Франции, англосарсонская в Великобритании и США. Но, тем не менее, мы нашли общий язык и подписали устав и соглашение 8 августа 1945 года. Ну, вот через несколько месяцев мы ответим, 75 лет, начало Ерунбетское трибунало. И предтеченье Ерунбетскому трибуналу – это, конечно, Лондонская конференция. Конечно, нужно сказать, что она сформулировала правовые основы, но были и маяки. Это, конечно, политики, которые 17 июля по 2 августа заседали в Потсдаме, в Цишлинхофе, где проходила Берлинская или Потсдамская конференция, где разрабатывалась так называемая система еще и 4D, как мы ее называем, денацификации, делиметризации, денационализации, декаптализации. Вот, и чего греха таить, что, значит, правовые лидеры своих стран, которые были уполномочены, значит, найти общий язык и создать международный трибунал, значит, ориентировались все-таки на Потсдамскую конференцию. Но это и неудивительно, ведь потому что движущей силой подзамская конференция был Советский Союз международного трибунала. Хотел бы еще раз напомнить, что с самого начала Второй Великой Отечественной войны мы предлагали создать международный трибунал, и к этому потихонечку подходили к наши союзники, если раньше они думали, где поставить виселицы и длину веревок, хотели просто мерить, на каких вешать преступников, или стрелять их при попытке к бегству, ну а некоторые более такие смелые лидеры предлагали вообще кастировать немцев, чтобы они не рождали подобных таких агрессоров, которые бы развязывали войны, то мы настаивали на том, чтобы прошла конференция, международная конференция, и Сталин в конце войны, обсуждая этот вопрос, в частности с Черчиллем и с Рузвельтом, он Черчиллю отметил, когда тот предложил создать конференцию, создать международный трибунал более экономичный, более быстрый, Сталин сказал, нет, более политизированный даже, трибунал должен и суд над ними состояться обстоятельный, юридически обоснованный, чтобы он проанализировал все детали их преступных злодеяний, и потом он Черчиллю добавил, вы знаете, пройдет время, потом скажут, что вот собрались победители, вот мы здесь, Сталин, Черчилль и Рузвельт, и просто свели счеты со своими противниками. Как видим, вот сейчас хотят пересмотреть некоторые бывшие наши союзники, и не только они, итоги Второй мировой войны, и даже есть попытки пересмотреть итоги Нерумбетского трибунала, вот, если бы не состоялся Нерумбетский трибунал, это последняя точка Второй мировой войны, то я не знаю, в общем-то, смогли бы мы в относительно спокойном мире прожить 75 лет, ведь на основе этих Нерумбетских всех выводов, заключений, приговоров, были приняты Нерумбетские принципы, декларации, кстати, мы в этом году отмечаем 70 лет принятия, в 50-м году, у нас, в принципе, были приняты на Генеральной Ассамблее, он декларация Дерумбетский принципов, вот, кстати, в этом году вступила, кстати, в действие конвенция, которая была принята 2 декабря 1948 года в борьбе с геноцидом в 50-м году, мы тоже в этом году отмечаем 70 лет, так, в общем-то, своего рода юбилейный год, и все это благодаря, конечно, юбилейному процессу, мы благодарю юбилейному процессу приняли соответствующие международные документы, которые ликвидировали сроки давности к преступлениям против мира и человечности, поэтому вот фундамент юбилейному процессу, правовую основу заложила именно лондонская конференция, и борьба шла там, и не всегда это удачно проходило, ведь тот же Джексон, который был делегирован в Лондон, он даже посетил нашего посла при приезде в Лондон, переговорил, но потом, значит, мы не могли найти общий язык по многим составляющим, по судоустройству, по проведению процесса, ну и по другим, это долго можно рассказывать, вот она проводя анализ лондонской конференции, но даже доходило до коллапса, 20, например, я только один пример приведу, 26 июля, Джексона даже сдали нервы, он прилетел, значит, в Пацдам, встретился с госсекретарем и говорит, что вы знаете, ну вот мы не можем найти язык с русскими, может быть нам самим провести эту международную конференцию, вот был и такой факт, достаточно трагический лондонской конференции, об этом сейчас мало кто вспоминает и мало кто пишет, а в документах он есть, засвидетельствовал, ну и тогда госсекретарь США посоветовал Джексону вернуться все-таки в Лондон и искать общий язык с русскими, ну американцам, во-первых, нужно было завершить войну на Дальнем Востоке и, конечно, только двумя ядерными бомбами они понимали, что они не смогли решить дальневосточную проблему, это Макурт говорил, кстати говоря, командующий, который руководил токийским процессом, вот, и они предсказывали, что там, если Советский Союз не уступит в войну, то Америка может потерять до двух миллионов человек, вот, ну и все-таки, значит, нужно сказать, что Потсдамская конференция это была не Ялтинская конференция, если Ялтин, потому что, если, я хочу показать политический фон, как сложно было проводить Лондонскую конференцию, если Ялтинская конференция, Рузвельт говорил, что это семья, дружная семья, которая собралась вместе и которая принимает общее решение и к нам предстоит очень много сделать, то на Потсдамской конференции, когда уже Рузвельта не было, и когда там представляли, значит, его, значит, Трумэн представлял, Черчилль, а потом, когда Черчилль ушел в Остаку, его представлял Этли, то, естественно, там другой был дух уже, был бы другой дух, но, тем не менее, на Потсдамской конференции удалось договориться, что, значит, германский милитаризм и нацизм должны быть искоренены, и союзники должны согласия друг друга принимать меры к тому, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям. Все-таки дух этот немножко сохранился, хотя я бы назвал, что Потсдамская конференция это семья уже накануне развода, там уже, мы знаем, как англичане придумали операцию немыслимую, о которой они хотели, вообще-то, предусматривало нападение на Советский Союз с первого июля и 1945 года, ну, потому что американцы не поддержали, не удалось им, наверное, осуществить эти планы, они были встревожены в стремительном движении в наших войск на Запад, но это отдельная тема для разговора, то, что касается операции немыслимой, я все-таки вернусь к нашей лондонской конференции, на лондонской конференции, значит, превалировало, все-таки, я думаю, в идеологическом и правовом плане советская точка зрения. Почему я настаиваю на этой точке зрения? Ну, во-первых, там был наш выдающийся юрист, Троинин присутствовал, Рон Наумович, он автор многих работ, до войны две прекрасные работы написал, а в 1944, то, что касается преследования, значит, преступников за совершенные военные преступления, а в 1944 году во время войны он сделал прекрасную работу об уголовной ответственности гитлеровцев, которая была переведена на разные языки и внесла существенный уклад в развитие международного права. Ее читал тот же Джексон, и читал лод-канцлер значит, Джо Ит, который сменил Файфа, как вы знаете, победили консерваторы, ушли, на смену им значит, пришли значит, их соперники и значит, Файфа, руководителя, лондонской руководителя английской делегации, значит, временно с 1 августа сменил лод-канцлер Джо Ит. Они читали эту работу, они читали и они признавали, что Тройнин внес огромный вклад. Ну, нашу делегацию представлял там, я уже сказал так, Арон Новомич Тройнин и, конечно, возглавлял ее Иоанн Тимофеевич Никитченко, выдающийся юрист, заместитель председателя Верховного Суда СССР, генерал, значит, возглавлял военную коллегию, его очень ценили, его коллеги, вот мы снимали фильм, Неронбет, 70 лет спустя, значит, банальное зло, кровавые деньги, свидетели о Неронбетском процессе и встречались с последними оставшимися живысь участниками Неронбетского процесса, их детьми, внуками, они говорили, что их память, светлую, светлая память, светлую память хранит, вот, Иоанн Тимофеевич Никиченко, это я отмечал, Лоуренс, мы встречались с его детьми, с его родственниками, и Файфа родственники, и американцев, вот, мне в ней раз приходилось встречаться с руководителем фонда Джексона, вот, они все с благодарностью вспоминают выдержанность, профессионализм, умение прийти на помощь при принятии сложных юридических вопросов Иоанна Тимофеевича Никитченко, но, вот, как бы, трагически не складывалась работа на лондонской конференции, но, тем не менее, нам удалось, в общем-то, прийти к единому мнению, и очень быстро, практически, вы посмотрите, с 26 июня по 8 августа создать устав Международного трибунала, потом эту работу подхватил комитет обвинителей, который ее продолжил, но это уже следующий этап работы, но основа была заложена тогда, вот, и я считаю, что лондонская конференция, она имеет неприходящее значение, вот, когда есть политическая воля руководителей, то мы всегда и видим, что можно найти способ решения той или иной проблемы, вот, ну, если кратко так, я надеюсь, что вы мне потом дадите слово, я дополню. Спасибо большое. Спасибо большое, Александр Григорьевич, значит, к сожалению, наша конференция, которая планировалась как нечто большое и очное, она проходит сейчас в онлайн в связи с эпидемией коронавируса, но помимо этого нас еще преследуют некоторые технические сложности, связанные с тем, что Константин Могилевский, председатель правления Российского исторического общества, вот, должен вот-вот выйти на связь, вот, пытается к нам подсоединиться Станислав Давыдов, заведующий научно-методическим отделом Музея Победы, значит, сейчас я хотел бы предоставить... Вы сейчас продолжите, Александр Григорьевич, сейчас я хотел бы предоставить слово внуку Романа Руденко, главного обвинителя на Нюрнбергском процессе, Михаилу Амерджанову, для того, чтобы он, так сказать, если так можно выразиться, разбавил нашу наукообразную беседу такими бытовыми зарисовками, связанными тоже с подготовкой к Нюрнбергскому процессу. Михаил Михайлович, вам слово. Михаил Михайлович, включите, пожалуйста, микрофон. Так, удалось, да, видимо? Да, да, Михаил Михайлович, мы вас слушаем. Спасибо за предоставленное слово. Вы знаете, дед Роман Андреевич, как правило, в домашних разговорах редко обсуждал на служебные вопросы и в основном, если он что-то и обсуждал, то это происходило с супругой Марьи Федоровной, моей бабушкой, или по ряду ситуации с мамой, старшей дочерью, Галиной. Но вопрос, связанный с Нюрнбергским процессом, дед обсуждал достаточно охотно, хотя вот такой нюанс, как происходило его назначение на должность главного обвинителя на Нюрнбергском процессе, стал мне известен уже после его смерти от бабушки, где-то уже в начале 80-х годов, когда, так скажем, перестроечные обсуждения нашей истории несколько отбушевали, и бабушка охотно отвечала на многие вопросы, которые я ей задавал. И вот как раз зашел разговор о том, как состоялся выбор главного обвинителя на Нюрнбергский процесс, потому что от деда я знал, что его кандидатура была утверждена Сталином, дальше он не распространялся. Как известно, работа над подготовкой суда над фашистским военным преступником велась Советским Союзом уже с 42-го года, и, как вот Александр Григорьевич сейчас упоминал, немало усилий советской дипломатии, и лично Сталина потребовалось для того, чтобы американцы, англичане, которые изначально неисклонны были церемониться с организацией такого процесса и соблюдением нормальных процессуальных норм, согласились с советским видением осуществления правосудия. В Советском Союзе работу по созданию Международного военного трибунала и выработке его устава курировали Молотов Вячеслав Михайлович и Андрей Юнарич Вышинский, который, в частности, в качестве замминистра иностранных дел возглавлял комиссию по руководству работы советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге. И, как мне рассказывала бабушка, Вышинский очень хотел сам быть главным обвинителем от СССР на этом международном процессе, полагая, что это станет апогеем его карьеры как государственного обвинителя, ну, позволит ему снискать определенное международное признание и несколько нейтрализовать, так скажем, его известность по политическим процессам тридцатых годов, а также выведет его, естественно, на прямой диалог регулярный с Иосифом Сережиевичем Сталиным, который не скрывал, что придает этому процессу огромное значение и будет непосредственно следить за его работой. Но к тому времени, когда надо было определяться значением обвинителя от СССР, на освобожденной от оккупации территории страны уже прошли процессы по преступлениям и злодеяниям фашистских оккупантов и их приспешников, в частности, и на Украине проходило несколько процессов, и, кроме того, где дед был главным прокурором. Кроме того, прошел и так называемый процесс 16-ти, это по делу о деятельности в тылу Красной Армии польского подполья, армии Краевой, и там уже получилось, что это был процесс таким международным измерением. Как выяснилось позднее, Сталин ознакомился практически со всеми выступлениями в обвинителями на этих процессах, и когда Вышинский докладывал об очередном этапе подготовки союзника международного трибунала, поинтересовался, кто будет представлять обвинение от СССР, Сталин сказал, что ехать должен прокурор Украины Руденко. При этом он заметил, что Руденко очень последовательно, логично и жестко ведет линию обвинения, это очень понадобится на предстоящем процессе. И после этого он дал распоряжение о выживе Романа Андреевича в Москву, чтобы лично с ним познакомиться и лично объяснить ему задачи, стоящие перед советским обвинением на процессе. Предполагалось, что к этой встрече будет готов уже и набросок выступления обвинителя на процессе. Естественно, что это возбудило определенную ревность у Вышинского, который пристально и не всегда доброжелательно следил за всей работой по подготовке и осуществлению трибунала. И еще несколько усугубилась ситуация конфликтная, когда дед подготовил проект выступления на открытии трибунала, Вышинский его раскритиковал и переделал, предоставив Сталину свою версию. Сталин же остался не очень доволен полученным проектом Вышинского, начал вносить справки, которые во многом были созвучны тому, что изначально написал дед. А помощник, естественно, докладывая всю информационную так называемую подкладку по подготовке вопроса, положил Сталин на стол и изначальную версию выступления, которую готовил дед, которую предоставили в кавычках доброжелатели Андрея Януарича Вышинского, уловившие настроение вождя и решившие воспользоваться моментом, чтобы Андрей Януарич не смог снова усилить свои позиции. То есть определенный элемент такой интриги здесь присутствовал. И вождь не применил поставить ему на вид, что, мол, есть хороший проект документа, и не надо вмешиваться в работу человека, который правильно и грамотно делает свое дело. Ну, вот практически после этого дальше уже дед был вызван в Москву, ему было объявлено о том, что он назначается главным обвинителем нюнербергский процесс. Вот в такой обстановке состоялось это назначение. Спасибо большое, Михаил Михайлович. Очень интересный рассказ. К нам поступил вопрос для Александра Григорьевича Звягинцева. Вопрос не к вам не только как это вопрос к вам, мне кажется, не только как к историку и популяризатору, а скорее как к правоведу и юристу. Вопрос такой. Не можете ли вы рассказать несколько слов о том, как удалось на лондонской конференции во время подготовки устава совместить разные системы права, которые были у стран-участниц, и как удалось договориться о каком-то формате всех устраивающих, не можете ли вы рассказать что-то о кухне в кавычках этого дела? Ну, очень хороший вопрос. Да, вот, Михаил, уже я немножко вот здесь хоть что дополню по Руденко и перейду к этому вопросу. Вообще, значит, не Роман Андреевич, дедушка говорил, Михаил рассказывал о Руденко в процессе. У меня были с ним диалоги и встречи, но рекомендовал Сталину Руденко и Вышинский действительно, рекомендовал Афанасьев, главный военный прокурор, который выступал главным обвинителем по армии Краевой в Москве, который процесс проходил. А Руденко у него был числе обвинителем. И Афанасьев, будучи человеком очень объективным и находящийся в очень плохих отношениях с Вышинским, он оставил воспоминания о Вышинском, при докладе Сталину сказал, что вот неплохо бы было, неплохо бы было, неплохо бы было, естественно, в этой ситуации значит, рекомендовать вот Руденко. Почему Руденко? Потому что Руденко был покором Украины в то время. 2 июля 41 года, через буквально там несколько дней после начала войны, он написал заявление работы в прокуратуре Советского Союза, что его отправили на фронт. Его отправили заместителем прокурора Украины. Он фактически шел по следам, в отличие от своих коллег, допустим, государственных объединителей от Франции, США, Великобритании, и нюхал этот порох и знал, что такое фунт-лиха. И он это хорошо понимал. Но и Сталин, конечно, это учел. Мы провели 21 процесс наш советский здесь. По состоянию 1987 года судили 17 170 человек. А по 21 показательным таких процессов, вот Миша сказал уже, там и Минский процесс, и Ленинградский, так и Псковский процесс, и Новгородский процесс, и Харьковский один из первых процессов, и Краснодарский процесс, 252 человека тогда осудили. И причем большинство этого во время войны эти процессы уже прошли. И Рубенко к ним тоже прикладывал в руку, он хорошо знал. Отношения у Сталина с Вышинским были очень близки, мы-то не должны забывать. Доверие было очень большое. Сталин с Вышинским сидели в одной камере, в одной тюрьме, в Боиловской тюрьме в свое время, до революции. И они понимали это. И если я смотрел журнал захода в Паскребушев к Сталину, так маршал Победы Жуков заходил к Сталину за 45-й год 11 раз, а Вышинский 55 раз, 5 раз больше. Поэтому он его информировал обо всем, но у Сталина, как говорят, и своя голова за плечами. Вот. Но это отдельный разговор Руденко. Вы знаете, я книгу написал, а Роман Андреевич сейчас ее переписываю. Миша мне передал свои воспоминания о деде очень интересные. Мне сейчас нужно целую дельную конференцию посвятить Роман Андреевич Руденко. Но сейчас, конечно, я хочу ответить на вопрос, как нам удалось договориться. Я на него частично начал говорить. Значит, каждый представил приехал в Лондон со своим проектом. Мы тоже приехали со своим проектом. И 3 июля 1945 года представители СССР, это Трайнин и Никиченко, представили наш проект. Он состоял из 12 разделов и 30 статей. Значит, мы считали, что мухи отдельно, котлету отдельно. Американцы считали, что соглашение политическая и правовая часть должны были быть совмещены. Мы это отвергали. Мы считали, должно быть отдельно соглашение, подписанное, что вот мы ниже подписавшиеся, пришли к выводу о таком-то, таком-то. А отдельно устало. И наша точка зрения в этом плане победила. Вот. И мы ее провели. Значит, вопросы сложные были судопроизводства. Это сложные вопросы. И, конечно, там надо было, конечно, провести большой анализ народной практики. И здесь огромную роль, конечно, сыграл троймин. И, значит, его авторитет, не зря его включили в состав делегации, его работа об уголовной ответственности дикеровцев сыграла достаточно такую доминантную роль в разработке устава. И она была неким маяком. Знаете, есть блуждающие огни, вот их много там всяких уставов, предложений там высказывается. А есть маяк. Вот этот маяк был тогда там на Лондонской конференции троим его. Его фундаментальная работа об уголовной ответственности дикеровцев и две работы, которые он написал до того, я не буду их называть, тоже известные, но менее известные, чем последние, потому что Джерсон, и я уже сказал, Джоу Литтли, Джоу Литтлор Канстер читали эту работу, и на нее ссылались, даже более того. Значит, Ерубецкий трибунал никто не получил, ни один ученый, ни один правовед не получил благодарности от Ерубецкого трибунала, его получил троим. И троим, кстати, дружил с дедом Михаила, и часто бывал на даче, они там в футбол играли, Роман Андреевич Руденко стоял на воротах, вот, вот. Ну, это отдельная история, это мы как бы в касте юридического отступления с Мишей когда-то обсуждали, и с Сергеем Романовичем Руденко, сыном Романа Андреевичем, вот, мы с ним тоже дружим, много чего вспоминают. Вот. Ну, и вот тогда, значит, я уже вам сказал, что, значит, политическая составляющая здесь играла большую роль. Джексон на каком-то плане ничего не смог договориться с русскими. Нас больше всего поддерживали французы. Почему? Потому что Франция была оккупирована. Если взять численные потери, она быстро оккупирована была, но все-таки численные потери даже гражданского населения у Франции были значительно больше, чем у той же, значит, у тех же США. Франция потеряла гражданского населения 412 тысяч. США потеряли гражданского населения 3 тысячи. Англичане потеряли 92 тысячи. Вот, поэтому, и все-таки во Франции было очень развито антифашистское сопротивление, там 30 тысяч русских воевалов в антифашистском сопротивлении. Огромное количество было. Поэтому французы нас поддерживали больше. И когда, значит, вот, поэтому вот плюс, значит, такая некая солидарность наша была с французами, французы тоже отдавали должное. Ведь благодаря настоянию Сталина, мы же Францию включили в число стран победителей. И францы французы это понимали. Очень хорошо понимали. Если посчитать, сколько воевало французы в антифашистском сопротивлении, и сколько французов воевало против Советского Союза, то, наверное, будет их больше. Но, тем не менее, они стали победителями. Вот. Мы находили общий язык. И еще почему континентальная французская система права, она ближе была к нашей советской системе права, которая вообще-то опиралась на такой континентальную модель. Но нужно отдать должное Джексону, который, он человек очень грамотный, очень справедливый, вот, обидчивый очень, амбициозный, ведь он хотел стать президентом, в отличие от Романа Андреевича Роденко, от нашего гособвинителя, которого за год до войны сняли с работы, и неизвестно, чем бы это все окончилось, но это отдельная тема, разговор. А вот, и все говорили о высокой квалификации, это уже, ну-ка забегаю вперед, я поддерживаю Михаила Роденко, говорили о его прекрасном чувстве юмора, о его прекрасной юридической подготовке, о его умении ладить с людьми, вот, помочь ближнему, о его высокой внутренней культуре, это все отмечали, все отмечали, всегда ровный, спокойный, уравновешенный, ко всем, будь это просто секретарь, водитель, либо это главный государственный обвинитель от США, он ко всем относился одинаково. Это отличительная черта была всех советских юристов, которые находились и в Нюрунберге, и в Лондоне. Таким был Никитченко, таким был Тройни. Ну, вот я частично ответил вот на этот вопрос. И когда все-таки мы убедили, значит, мы же настаивали, чтобы обвинительное заключение было передано им, я имею ввиду, обвиняем, англосакцы возражали, но когда, он, Джексон прямо говорил, ну, как же так, мы до суда раскроем все наши карты, все наши карты обвинения. Ну, этот Иоанн Никитченко сказал, что, знаете, такие правила, это будет справедливо, это будет справедливо, и мы предоставили большие гарантии обвиняемым, а потом подсудимым, которые не давали ни одному из тех невинно убиенных, которые подвергались геноциду, пыткам, уничтожению во время Второй мировой войны. Такого не было, поэтому мы настаивали на максимально справедливом, гарантированном, взвешенном суде в отношении нацистских преступников, теперь можно назвать приговористик их преступниками. Поэтому хуже, конечно, была бы просто мисс, мисс. Вот поэтому то, что касается этой самой лондонской конференции, я вижу, что это историческая необходимость, это чрезвычайно важный прецедент для раздумий о том, что произошло, и потом, наконец, печаль, потому что история мало чем у нас учит, это постфактум говорит, но когда мы Джексона все-таки убедили в том, что надо предоставить таким обвинительным заключением и нечего бояться, значит, Джексона в своих воспоминаниях потом вспоминал, что да, советская модель, предложенная Никитченко и Зрайниным, оказалась более демократичной. И мне об этом говорил, вот проходила конференция 15 лет назад в Институте Международной в Институте в Академии наук, в Академии наук, да, проходила конференция, я встречался с президентом фонда Джексона, он мне вспомнил тоже эти слова и сказал, что Джексон значит, очень высоко оценил вклад советской делегации в разработку устава мемобедского процесса. Значит, мы убеждали их, понимаете, там же паритет был полнейший, территория Великобритании была, если Потсдамская конференция, это все-таки территория, где проходила территория, была оккупированная нашими войсками, на территории здесь спору не было, где проводить конференцию англичане, французы и американцы сразу согласились приехать в Потсдам, вот, и мы там обеспечили надлежащую охрану Цицелин Хофе, значит, то здесь все обеспечивали англичане, хотя тут угрозы никакой не было, как мы хорошо знаем, там это не Берлин, Потсдам, где действовало полно еще не добитых фашистских группировок, вот, вот, поэтому мы убеждали шаг за шагом, вот, обсуждали все 37 поправок, которые мы внесли, 37 статей в 12 разделах, рассматривали их разделы, рассматривали, кое-чего отказывались, кое-чего дополняли, вот, ну, и таким статей по степу, немножко шаг за шагом, находили компромиссы, находили компромиссы, ну, там было много компромиссов, например, потом, например, мы хотели, чтобы конференция проходила, вот, важный этап был, в Берлине, да, они настаивали Нюнберг, настаивали Нюнберг, дескать, фашизм тут зародился, американская зона оккупации, прекрасный, тут, вот, вообще, так, кластеры есть, как теперь принято называть, где там все в целости и сохранности, и зал суда, и тюрьма, и тут он зародился, здесь его надо и похоронить, но, ну, тогда было принято решение, что в Берлине мы проведем, значит, учредительные конференции, как мы знаем, заседания, распорядительные, так называемые, эти заседания мы провели, это первое заседание провел Демофеевич Никиченко в Берлине, вот, но мы согласились уже в Нюнберге участвовать, потом мы шли дальше, ведь там же, в наше отсутствие, уже когда, значит, мы договорились обо всем, значит, французы, англичане, вот, и американцы договорились, что будут допрашивать обвиняемых только англичан, а только американцы, и на это согласились французы. Роман Андреевич Нуденко, когда он, значит, приехал туда, естественно, категорически отверг эту идею, категорически отверг эту идею, вот, он вышел на диалог Джексона, и мы допрашивали всех обвиняемых потом. Это очень важная позиция была, кстати, это огромный вклад был в доказательную составляющую романского процесса, и я вам скажу, почему, потому что у американцев система анализа доказательств была совсем другая. у американцев были так называемые опросные листы, они типовые были для всех, они их разработали, Герингу, Геббельсу, Кальтербрунеру, Немеру, Риббендропу, всем одинаковые, шарашили. Мы же подходили, я встречался с руководителем нашей следственной делегации, следственной группы, Александрова, который жил на Ленинском проспекте, 16-м, дом прокуратуры Советского Союза был, а Роман Андреевич Руденко в научно-методическом совете был, интеллигентнейший человек. Вот, он даже выступал в качестве обвинителя, даже есть, на трибуне он стоит, ему сотрудник смеша подает документы солового, зайдите ему в день романского процесса, я эту фотографию из архива взял своего, мне Александра подарил, я ее там поместил. Вот, Александров говорил, что к каждому допросу они готовились. Это были бессонные ночи. Я, говорит, готовил вопросы, шел к Роман Андреевичу Руденко, с ним согласовывал, он дополнял, а потом мы подходили, приходили на этот допрос. Но это все было выработано именно в Лондонской конференции все эти позиции. Если бы Лондонская конференция не состоялась, ведь там вообще-то сначала хотели вообще одну декларацию о создании устава, а там бросимся в драку, а там как все пойдет. Мы настаивали на четкой регламентации всех позиций. Поэтому мы разделили вот здесь политическую составляющую согласование и отдельно устав. С нами согласились. Потом мы предложили 12 разделов, куда включили 37 статей. И каждую статью обсуждают. И, конечно, там кое-где дополняли. Я вам не могу сказать, что там абсолютное большинство было наших идей, нашим свой вклад внесли и англичане, и американцы, и французы внесли вклад. Но наша составляющая была очень большой. Особенно я имею в виду научная составляющая, которую представлял тогда Драйнин своей известной работой, и на которую ориентировались фактически все обвинители, которые участники лондонской конференции, которые вырабатывали уставни Румыцкого трибунала. Александр Григорьевич, большое спасибо. Вы это так подробно ответили, что затронули сразу несколько тем, и, видимо, еще один вопрос, в общем, сделали неактуальным. Если позволите, мы к вам вернемся чуть позже с еще одним вопросом, как раз связанным с решением о присоединении Франции к числу стран-победителей, а сейчас я бы хотел передать слово. Константин Могилевский вышел на связь. Для тех, кто, может быть, не знает, Российское историческое общество делает очень много для того, чтобы память о Нюрнбергском процессе она и в нашей стране, и за границей, она, чтобы это не забывалось, и для того, чтобы ключевая роль Советского Союза в организации и проведении была известна за рубежом, вот недавнюю выставку Александра Георгиевича Звягинцева в Музее современной политической истории открывал председатель Российского исторического общества, и сейчас мы бы хотели передать слово председателю управления этой организации Константину Ильичу Могилевского. Пытаемся подключиться. Спасибо. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Я приветствую участников конференции, посвященной 75-й годовщине подписания соглашения между Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Францией о судебном преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран ОСИ. Я приношу свои извинения за то, что не смог в прямом эфире участвовать в сегодняшней конференции, поэтому в своем коротком выступлении хотел бы обратить внимание только на один аспект изучения этой темы, на один на самом деле ресурс, который подготовлен фондом истории отечества подоги для российского исторического общества. Речь идет об электронной библиотеке исторических документов. Найти ее можно на нашем портале historyrussia.org и представляет она из себя подборку архивных документов, ранее опубликованных. На сегодняшний день их уже около 130 тысяч. Эти документы одни разные периоды российской истории освещают. В первую очередь, конечно, период революции, гражданской войны и Великой Отечественной войны, то, что ей предшествовало и то, что за ней последовало. И недавно эта коллекция оцифрованных, обработанных документов пополнилась документами из сборника 1987 года, восьмитомника, сборник материалов по нюрнбергскому процессу. И теперь каждый человек может пользоваться возможностями контекстного поиска. То есть по каждому из документов, содержащемуся в этом сборнике, восьмитомнике, возможен контекстный поиск по фамилиям, по географическим наименованиям, по специальным терминам, по любым словосочетаниям. И конечно это делает важнейший исторический источник намного ближе как к профессиональным историкам, так и любителям истории. Этот ресурс очень прост в использовании. Есть два окошка. В одном окошке распознанный текст, а в другом окошке оригинал публикации, для того, чтобы можно было сослаться на конкретную страницу публикации, для того, чтобы можно было сверить точность распознавания. Мне кажется, что это очень важный, полезный инструмент в большой и нужной работе по популяризации наших знаний о нюрберском процессе, наших знаний, которые на самом деле лежат в основе ценностной российской позиции той системы ценностей, на которой базируется и наша внешняя политика, и наше в принципе представление о справедливом мироустройстве. и, конечно, в этой работе по изучению, по популяризации истории нюрберского процесса и всего, что ему предшествовало, в том числе соглашение, 75-летие которого мы сегодня обсуждаем, оно, кстати, тоже есть в этом сборнике, соответственно, на портале Российского исторического общества. Очень важно не останавливаться, много еще все предстоит сделать. Знаю, что активно обсуждается перспектива публикации стенограмм нюрберского трибунала на русском языке, и, наверное, в первую очередь стоит говорить об электронной публикации. очень много делается, на самом деле, на протяжении десятилетий Александром Григорьевичем Звягинсовым. Речь идет и об огромном количестве документальных фильмов и книг, как публикации источников, так и художественной литературы. И здесь мы, конечно, все Александру Григорьевичу помощники, Александр Григорьевич всегда в своей деятельности дальше рассчитывайте, Российское историческое общество на фонд Истории Отечества. Много работы впереди, но, мне кажется, очень важно руководство своей деятельности постулатом о том, что решения Нюрнбергского трибунала никогда не должны и не могут быть пересмотрены, и для этого мы все должны знать и рассказывать людям о том, что на самом деле произошло 75 лет назад в Нюрнберге. Уважаемые коллеги, я желаю участникам конференции успешной работы. Хотел бы поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Константину Ильичу Могилевскому, который смог, несмотря на дальнее расстояние, выйти с нами на связь. Сейчас я хотел бы предоставить слово Станиславу Геннадьевичу Давыдову, который тоже вроде наконец преодолел технические сложности. Нет смысла распространяться о роли Музея Победы во всем, что касается сбережения памяти о событиях Великой Отечественной войны. Вместе с тем в последние годы в музее проводится работа, связанная с тем, чтобы расширить свою деятельность на дополнительные сферы, в том числе на то, что касается Нюрнбергского процесса. И вот Александр Григорьевич сможет рассказать об этом лучше, но в печати появилась информация о том, что Музей Победы выбран как площадка для большого мероприятия, посвященное 75-летию начала Нюрнбергского трибунала. обо всем об этом, а также о других новинках и новых веяниях в музее, во всем, что связано с Нюрнбергским трибуналом, нам расскажет Станислав Геннадьевич. Станислав Геннадьевич, вам слово. Добрый день. Я бы хотел остановиться на таком аспекте, как значение Лондонской конференции в контексте других международных форумов в плане повышения международного авторитета Советского Союза. Хочется начать с такого международного важного события, как с конференцией в Сан-Франциско, которая решила очень важный вопрос о создании международной организации объединенных наций ООН. Надо сказать, что на ней уже западные дипломаты, прежде всего дипломаты США, затратили немало усилий, чтобы воспрепятствовать включению в устав ООН положения о принципе равноправия и самоопределения народов, и только благодаря логичной и последовательной позиции, которую занимал Советский Союз, этот принцип был окончательно утвержденным. Благодаря работе, проведенной Советским Союзом на конференции в Сан-Франциско, в уставе он был закреплен принципом самоопределения как в общей форме, так и в виде требования независимости для народов, не имеющих своей государственности. Ну и, конечно, следует напомнить, что конференция в Сан-Франциско была первым в истории международных организаций мероприятием, на котором русский язык был признан официальным на виду с китайским и испанским языками. Это, конечно, свидетельство престижа Советского Союза. Надо сказать, что в работе лондонской конференции также обозначился этот факт констатации того, что роль Советского Союза в мире выросла и выросла весьма-весьма значительно. Ну, я напомню, что конференция разработала правовые основы трибунала дополнила, так сказать, их, помимо этого, конечно, правовыми основами трибунала являлись и ГАГС и Женевская конференция о содержании военнопленных решений и договора Лиги наций. Хочется отметить, что вот как раз еще в 43-м году Николай Николаевич Полянский, видный российский и советский юрист, специалист в области уголовного права, обратился в Чечайную государственную комиссию и представил проект о предании гитлеровского руководства международному суду. Ну, на самой конференции именно по инициативе советской стороны было решено подготовить два документа, это соглашение о создании международного трибунала и устав этого трибунала. Была проделана большая работа на конференции по совмещению двух процессуальных систем, это континентальный и англосаксонский. Весьма сложным был вопрос и о том, что есть такое международное преступление. Конечно, возникли трения, были определенные споры. Дело дошло до того, что глава американской делегации Роберт Джексон, будущий главный обвинитель на Нерберском трибунале от США, выехав в Потсдам, где, я думаю, все знают, проходила значимая конференция, встреча большой тройки, и поставила вопрос перед госсекретарем Джеймсом Бирнсом о создании трибунала без участия Советского Союза. Однако, никакой поддержки он не получил, поскольку это было сделать невозможно. Советский Союз был слишком значимой фигурой, и игнорирование в таком вопросе, как организация проведения трибунала международа, было просто невозможно сделать. Хочется опять же подчеркнуть, что и на самой Потсдамской конференции весьма выпукло, была ярко представлена роль Советского Союза в устройстве послевоенного мира. и эта конференция продемонстрировала рост и влияние Советского Союза. Достаточно упомянуть только вопрос о Германии и решение вопроса по Польше. Если вернуться к лондонской конференции, то тут опять же значимость участия в ней Советского Союза подчеркивает тот факт, что большое значение для подготовки устава трибунала сыграли труды советского ученого Аароны Наумовича Тройнина и прежде всего его работа 1944 года об уголовной ответственности гитлеровцев. Ее крайне высоко оценивали и американские участники разработки трибунала. Ну и в конце концов хочется указать на тот факт, что именно по предложению и настоянию советской стороны первый список военных преступников, но он опубликован уже после конференции 28 августа были включены заместитель Геббельса по пропаганде Ганс Фридс и командующий германским плотом бывший Эрих Редер. Конечно предлагалось больше, но включили этих и это тоже говорит о том, что советская делегация имела вес значительный вес, не меньше, чем другие участники разработки вот этого устава. Таким образом вот если взять совокупности все эти международные форумы и конечно вот эту лондонскую конференцию, то все они демонстрируют, как я уже говорил, весьма значительный повышение удельного веса Советского Союза на международной арене, демонстрируют то, что с ним считались, демонстрируют то, что действительно именно Советский Союз как бы сказать был наверное может быть если я не побоюсь этого слова душой организации процесса, который привел вот в дальнейшем к что называется суду народов к черде трибуналов где были осуждены преступники осуждены и фашизм и японский милитаризм на этом я бы хотел завершить свое вступление спасибо большое спасибо Станиславу Геннадьевичу наша конференция приближается к завершению я хотел бы позволить себе сказать несколько слов о человеке о котором говорили и Александр Григорьевич и Станислав Геннадьевич для нас фигура Аарона Трайнина она представляет определенный интерес не с точки зрения не только с точки зрения его роли в Нюронбергском процессе его правового вклада в правовую сферу но и просто как человека исключительной судьбы и в отличие поскольку Аарон Трайнин был единственным из активных участников советской делегации на Нюронбергском процессе который не был членом что ли корпорации ни судейской ни прокурорской он был он был просто ученый нет как сейчас бы сказали и общественный общественный деятель вот нам показалась его история очень интересная я с вашего позволения скажу несколько слов о его истории Александр Георгиевич наверняка меня поправит потому что он значительно глубже знает всю эту историю значит мы можем мы можем говорить о Трайнин как о человеке который в советское время мог бы быть героем очерк человек интересной судьбы Аарон Наумович родился в еврейской семье в Витебске в 1883 году уехал в в Калугу где окончил гимназию с золотой медалью а потом отправился в Москву для поступления на юридический факультет с которым собственно говоря был связан всю свою всю свою жизнь с первых дней обучения он включается в студенческое демократическое движение принимает участие в работе большевистской фракции студенческой организации московского университета и даже избирается в центральный университетский орган совет старост университета по списку большевистской фракции за участие в революционном движении Аарон Наумович три раза арестовывался царским правительством я опять же не буду погружаться в в те труды которые Тройнин писал и в студенческие годы хотя они на мой взгляд очень интересны и даже из сегодняшнего дня скажем в 1908 году он написал работу которая называлась классовая борьба и наказание в истории русского права как бы то ни было значит вот мне бы хотелось остановиться на двух малоизвестных отрезках жизни Аарона Наумовича один он был он был сотрудником международного политического красного креста это такая очень интересная история значит в организация которая называлась Помполит и Политпомощь которую возглавляла жена Максима Горького Пешкова и которая при Ежове была разогнана в рамках работы в этой организации он занимался помощью политическим заключенным хан наводил справки о том где они содержатся осуществлял организацию материальной помощи вот это мне кажется это организация ее деятельность она еще ждет своего своего исследователя а вторая любопытная страница биографии Арона Наумовича которая проходила параллельно с его работой с его юридической работой по созданию научной базы для преследования нацистских военных преступников это его работа в еврейском знаменитом еврейском антифашистском комитете которую значит в которую он вел вплоть до его закрытия вот несколько штрихов к портрету Арона Наумовича Трайнина или Трайнина вот нам кажется что вот я говорю история значит настолько увлекательная и вклад его настолько вклад его в науку и в практическую деятельность по по борьбе с военными преступлениями настолько высок что было бы может быть правильно правильно и при этом вот настолько же высок его вклад настолько же значительно забвение о нем никто почти никто не знает из широкой публики и мы думаем и рассчитываем что участники этой нашей конференции в особенности Александр Григорьевич окажут нам содействие в будущем в будущем может быть провести какое-то мероприятие посвященное его памяти тем более что Московский государственный университет жизнь которого была с ним связана жизнь Арон Наумовича была с ним связана от начала прошлого века до его кончины а также Академия наук членом корреспондентом который он являлся что можно будет провести какое-то мероприятие которое будет посвящено его памяти и его вкладу в Нюрнбергский процесс и в науку о наказании военных преступников значит вот такие такое коротенькое выступление я хотел бы завершить на этом и передать слово еще раз Александру Григорьевичу Звягинцеву если позволите вот к нам поступил еще один вопрос который вы частично уже частично уже осветили но вот не могли бы вы более подробно рассказать хотя это не совсем связано с нюрнбергским процессом это его предыстория вот о том как вот принималось решение и по каким причинам принималось решение о том чтобы кооптировать Францию в в число победителей стран победительниц в число участниц нюрнбергского процесса почему потому что это какое-то основополагающее событие для мировой политики всего послевоенного периода как-то оно не является известным для широкого круга и вот один из наших слушателей просит вас рассказать об этом чуть более подробно вообще это тема вообще никакого отношения не имеет все честно говорят к нашей конференции и косвенно право это было само политическое решение которое решалось Сталином совместно с Рузвельтами и Черчиллом но я уже сказал что во-первых во Франции достаточно сильное было сопротивление если в Италии тоже было сильное сопротивление там русских воевало допустим если партизан Киппиана там Стелла Росса или такой огромный отряд Гарибальди воевало 100 тысяч человек и из них там были известные русские там Картона такой известный он воевал в горах Монте-Соли возле от заботы вот и даже в Санкт-Анадес-Тессима там воевали наши русские 5 тысяч в Луганце там было 30 тысяч человек русском сопротивлении вы посмотрите вот я снял два фильма мы в сценарии мы недавно подошли по российскому телевидению он называется «Свои среди чужих» и не сдать и не сдастся это как раз посвящено французскому сопротивлению итальянскому сопротивлению вот то что касается французского это было 30 тысяч и на отдельный отряд как известно это были женщины женский отряд родина женщины которые были советские гражданки которые выдвались на свободу и организовали все отряд ну и такая красавица Бутурлинская ее кличка во Франции Марли была она писала мат французских партизан вот которые поют это матипель она писала его для смоленских партизан но он так понравился в свое время Марии Зрюону и всем остальным и Деголе что они взяли и пели бумаж французских партизан поэтому мы искренне с одной стороны сочувствовали мы понимали что рекрутированные французы на восточный фронт вот не всегда с охоты воевали хотя некоторые там допустим с особым рвением дошли до Бородинского плохого поля и сказали что вот Наполеон здесь был и мы здесь были но я не буду вспоминать эту историю когда наши им дали так духу что они летели за границу слишком быстро вот но мы должны помнить что у нас же были общие акции это допустим мы скандали Нормандия Нем которая воевала здесь против немцев ну и были и другие совместные мероприятия вот но и еще одна важная вещь когда Черчилль принимал операцию немыслимая он видел решение после конференции ему на стол на 29 страницах лег этот план немыслимой вот почему этот план стал возможным да потому что во Франции было очень сильно социал-демократическое движение очень сильно социал-демократическое и Черчилль с одной стороны боялся что мы за три дня можем дойти до Гибралтара а если была воля нашего государства государства это бы и произошло и нас бы поддержали французы вот они боялись что вот закончится война и если русские не пойдут значит дальше то как знать во Франции придут коммунисты вот даже вот известное главное я считаю одно из самых важных я считаю два важных свидетельных у нас это конечно принято Павел который развенчал миф о том что Советский Союз готовился к войне и прямо сказал 11 и 12 февраля 46 года когда я его допрашивал Руденко а потом на следующий день допрашивали его адвокаты очень усиленно вот и сказал что мы не располагали разрабатывая план Барбароса нападения на Советский Союз от нашей разведки и от наших дипломатов данными о том что Советский Союз готовится к нападению на Германию это первый был очень важный допрос и свидетель конечно важнейший допрос это принцип непосредственно в Германии еще большое значение от узницы Освенцима Мари Клод ее это дочь организатора хозяина журнала ВОК всемирно известного журнала сейчас у нас создается это была высокая красивая женщина она была моделью в Германии она блистала на подиуме но она блососала демократические взгляды ее бросили в концлагерь сначала в одном концлагере сидела потом в Советский Русс потом приезжала после Ваня потом ее в Освенцию перейдили но она вот несла идеи рассказывала посмотрите фильм «Свидетель» зайдите на YouTube фильм из которого мы снимали я встречался с ее сыном приемным правда как он рассказывал о своей матери понимаете без комка в годы нельзя об этом говорить поэтому настроения французские были очень близки по духу русским ну все-таки басти свобода равенства братства вот тут огромное значение имело значит победоносное шествие нашей армии огромное и вот не удалось начать операцию немыслимое Черчилль по той причине что даже Тромом его не поддержал 67% американцев считали что нужно линчевать вообще всех фашистов такие же настроения по эту сторону Атлантики были Великобритании настроения к Советскому Союзу были самые радужные потому что ждали сводок с полей битвы со Скалинградского сражения с Кутского сражения и конечно это создавало большую резонанс я знаю я знаю я дружу с Дураком Михайловичем Черчилладзе князь он родился известный род Черчилладзе вы знаете его хорошо вот он родился в Париже во Франции и он прошел эту войну и вот он мне рассказывал как его дед художник когда значит он не издал радио они на против гестапо жили там услышал там ночью он по кровати его там служили что мы победили на спорне на Бережиме Сталинградской битвы взял науночку покрасил ее красной краской в ванной взял швабу и вывесил ее на балконе вот а утром шел Мирославский нас не увидел в ужасе прибежал к нему в 6-7 в Мутагинске создавал эту красную шваб так импровизированный выбросил его и там через час прибежали гестапо чтобы арестовывать деда кто сказал что да нет я тут мать и все она сохла поэтому вот внутри Парижа были такие настроения конечно там потом шла борьба слепняка с горизонтальным коллаборационизмом конечно очень некрасивая когда женщин которые значит жили там с немцами вот они их гоняли голыми по естественным полям в одних майках вот там значит в трусах в неглиже вот такая же история была в Голландии вот но это не придает мужества французским мужчинам вот и доблести их не откладывает отпечаток доблести на их поступки но в целом настроения французские были очень патриотичными очень близкими к русскими тем более мы все-таки считали соратниками по оружию легендарная история с Нормандией и Неман ну и там были конечно политические вопросы политического целесообразия политического соединения не надо забывать что Деголь все-таки приезжал в Москву мы видели переговоры там делалось большое антифашистское движение вот и поэтому мы считали что французы в общем-то ну духом были с нами вот хотя они не могли они были поробщены в общем-то поробщены фашистами очень быстро ну такой был предательский тогда режим который не мобилизовал французскую нацию на борьбу с врагом но я вернусь немножко к Трайнину эту историю можно рассказывать долго если хотите давайте конференцию проведем по ней Трайнину значит я здесь хотел Илья очень поддержать конечно Трайнин это очень знаковая фигура мы его недооценим мы вспоминаем естественно Ивана Геопедича Никитинка вспоминаем естественно Роман Геопедича Руденко его колоссальнейший уклад сюда вот в юрмберский процесс но значит советская часть как правильно называлась она тогда и в паспорте у Руденко написано так было и у Рогинского у всех значит заместитель государственного обвинителя советской части обведения такого написанного паспорта вот паспорт музея извините Номерского процесса так вот она состояла таких из семи структур это Руденко заместители помощники секретариат вот ну и так далее там не буду потом там отдельно хозяйственная система обеспечения там была это значит там документационная часть была переводчики были но были еще и консультанты и тройнин постоянно прилетал постоянно прилетал на Нюрунберфский процесс и помогал формулировать многие составляющие обвинительного заключения приговора тут его вклад огромен был огромен и даже речей наших государственных обвинителей Руденко две раза выступал практически ко всем прикладывал его по тройнинам потому что мы увидим реча Романа Андреевича очень много латыни вот ну я вам скажу практик довоенный не очень-то владел понимаете там хотя Вышинский хорошо знал латынь я изучал очень подробно его биографию он закончил Киевский боссуниверситет имени Святого Владимира его даже оставили для получения профессорского звания и он прекрасно знал там и латынь греческий немножко знал он говорил и по-немецки и по-английски французский говорил но тройнин был консультантом зайдите на трескую 21 центральный музей современной истории России и я со своего архива туда передал там много моих фотографий очень много больше половины наверное вот фотографию мне ее передал часть этого архива Рогинский Марк Юрьевич там сидит тройнин во время заседания юнберского дебюнала за столом с правой стороны сидит Руденко рядом с ним сидит Александров вот а слева и Рогинский а слева вы увидите вы узнаете по усам повернувшись три четверти сидит тройнин и слушает что происходит в юнберском заседании юнберского дебюнала поэтому да это ученый который в общем-то я не могу сказать что он забыл по крайней мере в своих произведениях я его вспоминаю постоянно и всегда вот но я думаю что к его творчеству надо обратиться по одной простой причине поскольку у него я его не все работы прочитал я написал там 20 работ о юнберском процессе больше 20 фильмов снятых по моим сценариям но по его работам можно узнать что и как создавалась подлинная и правдивая история вот на юнберском процессе который является определенным сейчас моральным препятствием для тех кто хотел бы доминировать в мире потому что это работы они фундаментальны они опираются на нормы международного права поэтому вот эту свечу разума которая зажгла лондонская конференция которую поддерживал потом неруберский процесс вот а затем принял свои фундаментальные не не никаким образом не определяющие там значения там 45-го 46-го года они не детерминированы никаким обстоятельств решения они в общем-то помогают нам сейчас вот мирно жить и двигаться вперед к созданию нового мира порядка потому что я сразу скажу что тогда во времени после неруберского трибунала его иногда называли часто говорил неруберским эпилогом который подвел черту под кровавыми злодеяниями фашизма ну это можно говорить в отношении казненных главарей третьего рейха поставленных незаконно преступных организаций эта метафора вполне оправдана но сейчас чтобы в принципе демократии восторжествовали в мире и остались навсегда нам надо опираться именно на решение вот европейского процесса фундамент который был заложен 75 лет назад в августе в эти дни на лондонской конференции спасибо Александр большое вам спасибо надеюсь мы удовлетворили интерес задавших нам вопросов я хотел бы с вашего позволения подвести итоги поблагодарить еще раз музей победы российско-исторического общества культурно-просветительскую ассоциацию орден за то что они смогли найти время для того чтобы отметить эту дату о важности которой сегодня так много сказал Александр Григорьевич еще раз большое спасибо вам Александр Григорьевич большое спасибо Станиславу Давыдову из Музея Победы Константину Ильичу Могилевскому из Российского Исторического Общества Михаилу Михайловичу Амиржану внука Романа Руденко главного обвинителя я надеюсь что это было интересно и что мы скоро встретимся потому что ближайшие полтора года будут отмечаться большое количество 75-летних юбилеев событий связанных с Нюрнбергском процессе связанных с Нюрнбергским процессом еще раз большое всем спасибо всего доброго спасибо большое большое спасибо вам Илюша большое спасибо всем кто участвовал в конференции особая благодарность Российскому истерическому обществу Константину Ильичу который еще помогает нам реализовывать многие наши проекты спасибо до скорой встречи большое спасибо большое